Итак, всем привет. Решил сделать обзор, даже не обзор, а поделиться опытом использования такого защищённого телефона Sonim. Этот телефон у меня уже более пяти лет находится в эксплуатации. Имеет защиту IP68. Милспес какой-то сертификат у него. Стекло Gorilla Glass, 2 мегапикселя камера и от GPS. Все ТТХ уже кто хотел, тот посмотрел. Наверняка везде на сайтах это есть. Не буду это все повторять 10 раз одно и то же. Что хотелось сказать по этому телефону. То есть он мне больше пяти лет уже. Я его в 2012 году в конце брал где-то за 9 900 в районе 10 тысяч. Сама фирма Sonim. Фирма специализируется именно вот на таких вот защищённых аппаратах. И телефоны у них очень дорогие. То есть вот как я слышу, мкая уха слышу, что данные телефоны были только в Евросети. Что Евросеть проанонсировала где-то с Китаем или где-то они договорились. Короче, как-то они пробили эти телефоны и чуть подешевле в Евросеть доставили. То есть так этот телефон стоит за 20 тысяч. Как-то наши там договорились подешевле это все поставить. Именно вот такую модельку одну самую. Самую простую, так сказать. Вот. Значит, по телефону давайте сразу с минусов. Какие обнаружились в этом телефоне сразу. И кто, значит, владеет этим телефоном, прошу вас. Наверняка вам это пригодится, видео в дальнейшем. То есть, закиньте это видео в избранное или посмотреть позже, чтобы потом это видео не искать. Я поделюсь кое-какими секретами использования этого телефона. Так, из минусов, значит, что выяснилось в процессе эксплуатации. Больше всего, значит, стал бесить фонарик. При заблокированной клавиатуре, видите, да, вся клавиатура заблокирована. То есть, случайно нажимаем 5, светит фонарик. Фонарик, фотоспышка. То есть, даже при заблокированной клавиатуре. Ну, это как бы и плюс, и минус. Но мне кажется, все-таки больше минус, чем плюс. Потому что можешь целый день проходить и не заметишь, что у тебя фонарик там включился. Потом там знакомые спрашивают, что у тебя, говорит, там в кармане светит. Фонарик включился. Наушники к нему идут более-таки нормальные. Кстати, качественно сделаны. То есть, это наушники, гарнитура. Как гарнитура, они работают, значит. Радио слушать тоже можно. То есть, радио на них играет нормально. Но, допустим, музыку на них послушать уже никак не получается. Музыка играет. Так, звуки сейчас найду. Это включенные наушники. А в наушниках ничего не играет. То есть, это связано, может быть, с тем, что это идет выбор мелодии. Хотя, в наушниках должны быть музыка играть по-любому наушниках должна. Ну и данный телефон работает, значит, на Java приложениях. Плеер для него я как-то подобрать не смог. Муж мало искал, не знаю. Ну, вот как-то я не смог для него подобрать. Плеер на Java приложениях. Так, чтобы полностью функционировали эти наушники. Из него плеер тоже не получился. Вот. Ну, может, это все-таки из-за вот этой вот штуки, что это... Нефиг типа военным слушать музыку, когда не надо. Вот. Значит, еще какие недостатки были, косяки. Значит, в приложениях иногда бывает так, что зайдешь в приложение... Сейчас покажу, какие у меня приложения тут есть. Так, ну, это вот общее приложение. Оценим. То есть сейчас интернет у меня нету к нему. Не подключен к этому телефону. Вот. Поэтому, как бы, не зайти, не посмотреть. Ихнее приложение. Это менеджер их ионный. То есть отсюда можно скачивать приложение для этого телефона. То есть напрямую. Что хорошо. Так, ну, мини-оперу все знаете, да? Так. Мобил. G-Maps. Ну, интернета нету сейчас. Ну, покажу вам, как это. То есть там запрашивают. Все разрешаем. Соединение. То есть это карты. Даже без интернета. Сделав метки определенные, можно спокойно выйти из леса там или что-то еще. Даже не имея интернета. По крайней мере, в направлении дома можно топать спокойно. Это, значит, у меня читалка. Вот такая вот читалка, значит. Можно запустить. Автоматом будет крутить тут. Это игрушка. Поехали. 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 Игрушка Doom. Собирать тут как всегда. Так а нечего. Скрасить, так сказать, свой досуг можем. Так вот я к чему веду. Что после определенных, то есть игрушек, иногда телефон ловит такой глюк, что звук вообще пропадает в телефоне. Для этого я периодически, бывает, после того, как выйду с игрушки, проверяю баланс. У меня на балансе стоит звук, когда проверяешь баланс. То есть все нормально, можно пользоваться. То так, будильник поставил, будильник не сработал. Вот. Ну это вот как бы были такие основные минусы этого телефона. С ними можно жить. Знаю, что это кирпичный, то есть не развалится, ничего с ним не будет. К нему в комплекте шел такой на ремень вешается, специально такой этот, не чехол, а такой пластмассовый, такой шуток. От него, по-моему, у меня только клипки осталось. На ремень вешается такая штучка пластмассовая, она крутится по-всякому, в которую вставляется этот телефон. Так вот, та штучка пластмассовая у меня вся развалилась, то есть я ее всю расколол. Телефон, видите, до сих пор еще живой. Царапинки, конечно, есть на Gorilla Glass. Вот. Тут вот одна. Есть. И в принципе все. То есть видите, как стекло какое. За пять лет, причем носил с ключами иногда забудешь, бросишь в это же карманные ключи. То есть ничего такого сильно. Задняя крышка побитая, конечно же, вся. Что бывает, упадет на пол, ты его еще и подпнешь. Вот эта вот штука, это для снятия, значит, полностью снять вот эту вот штучку, закрывашку. Так, ну вот это вот то, что касалось, значит, недостатков. Из плюсов, значит, полностью то, что он защищен от воды. IP68 подразумевает полностью погружение на метр, что-то, и нахождение там более получаса. То есть это не гарантирует, что с ним ничего не случится. Вот. Значит, ударопрочность. То есть я говорил уже, что у меня падал не разу он уже. И у моих знакомых покупали примерно в то же время другие телефоны. У них менялось уже, эти телефоны менялись уже, там, я не знаю, сколько, сколько, два или три телефона уже поменяли за это время. Как у меня вот этот телефон отдельно находится. То есть он такой живучий телефончик. Так, ну, нецарапаемое стекло уже показал. Зарядки хватает примерно на месяц, плюс-минус неделя, все зависит от того, сколько включался этот фонарик. То, что он садит, конечно, садит. Ну, целый день проходить с этим включенным фонариком, не совсем, конечно, но садит батарею. Вот. Что еще значит по этому телефончику? По этому телефончику, значит, был у меня глюк такой, что... Ну, вы знаете, когда включить, допустим, будильник, и телефон разряжается, садится, и он при выключенном телефоне все равно будильник потом просыпается и звенит. У меня был телефон так сильно посажен, что он не смог до конца проснуться, можно сказать. Будильник там квякнул, и в итоге потом у меня получился глюк с будильником. То есть я не мог зайти вообще в будильник. Что-то там произошло, то есть требовалось его перепрошить. Комбинация клавиш, то есть берем телефон, выключаем, вынимаем симку, флеш-карту с него, ставим аккумулятор, опять включаем и набираем такую команду, значит. Так, набираем, значит, решетка 2, 0, 0, 7, 0, 1, 1, 4, и решетка, и решетка. И происходит перезагрузка телефона, то есть, вернее, выключение телефона. Включаем телефон повторно, выскакивает тут менюшка перезагрузки, то есть он полностью перезагружается. И в итоге, под конец всех этих манипуляций мы получаем новый телефон с новой прошивкой и все остальное. То есть где-то в поле, вот у вас глюканул, да, в походе в поле, вы можете вот эту комбинацию сделать, и у вас будет опять новый телефон. Конечно же, контакты все на симке сохранятся, ничего страшного. Ну, и выход из положения, в отличие от других аппаратов. То есть можно будет дальше им пользоваться спокойно. Вот, ну и как бы он уже за это время все-таки морально устарел, этот аппарат. Ну, и взял я себе от нашей фирмы BQ Mobile. Вот такой вот аппаратик, тоже защищенный. Ну, не так этот, конечно, защищен. BQ Mobile 5033. Ну, это я, наверное, в следующем видео. Кому помог, ставьте лайки, разобраться с этим телефоном. Может кто-то думал покупать такой телефон, не покупать. То есть, в принципе, я им полностью доволен. До сих пор он рабочий у меня, в рабочем состоянии. Видно, что весь потертый, видно, да? Что клавиши вон все повылезали. Белый цвет в клавишах, в черных клавишах. То есть появился белый цвет уже вон. Все углы. То есть видно, что телефон юзался. И до сих пор я его буду юзать. То есть в самых таких дальних, так сказать, этих вылазках. В таких, чтобы уж точно надежный телефон. То есть без связи я точно не останусь. Фотки я вставлю сейчас. Как он фотографирует. То есть, конечно, не совсем идеальные. Но посмотрите. В принципе, ничего. Не имея ему лучшего и такие сойдут. Конечно, он морально устарел. Поэтому не то, что ему замена. Замены ему все равно не будет. Я посмотрел похожие телефоны других фирм. Которые наводнили у нас наши магазины. Тексты-то еще какие-то. Они что-то там по параметрам уже не то получается. Там IP67 уже идет. А не 68. И 1,2 мегапикселя камера. Ну, что-то по каким-то параметрам они уже уступают. Wi-Fi все равно в них нет. В этом тоже нет Wi-Fi, конечно. Тоже минус. Ну, вот такой вот аппаратик. На этом буду заканчивать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok